Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука! Одним из важнейших украшений наших участков являются хвойные растения. Зимой и летом одним цветом, ну почти что, потому что хвойные бывают и меняют цвет на другой с приходом зимы, ну а лиственница еще и обваливает иголочки, хвою. Но понятно, что без хвойных фактически на сегодняшний день нет ни одного дачного садового участка. Это действительно украшение. У меня на участке много разных хвойных растений. Я, конечно, зная, что можжевельник казацкий является переносчиком опасной ржавчины, груши, а также и можжевельник виргинский этим немножко страдает, отдаю предпочтение другим видам хвойных растений. Благо, разнообразие всевозможных можжевельников весьма велико, туи, микробиоты, туевики и так далее, и так далее, кипарисовики. В общем, есть из чего выбрать. Уход за хвойными не является сложным. Иногда надо подстричь, сильную засуху иногда полить немножечко, но красота и благополучие наших хвойных растений во многом зависят от правильности подкормок. Для большинства хвойных растений, за исключением отдельных туй, ну там того же смарагда, для того, чтобы вот у него, у смарагда, была очень яркая хвоя, его кормят аммиачной селитрой. И такие вот очень красивые накормленные аммиачкой растения продают, поэтому они такие ярко-ярко-изумрудно-зеленые, им азота хватает. Но вообще для большинства растений хвойных подкормки являются, ну таким искусством особым. Почему? Потому что перекормить азотом, это значит сделать хвойные уязвимыми для различных болезней, они формируют слишком рыхлую крону, теряют свою изящность и некоторую декоративность. Часто выгорают на солнце, делаются уязвимыми для ожогов, отдельные ветки выпадают, поэтому с подкормками надо хвойных быть очень-очень осторожным. Кроме того, хвойные очень любят такой элемент питания, например, как магний. И, конечно, правильно составить смесь для подкормки хвойных растений бывает не так уж легко. А подкормки обычными огородными удобрениями, особенно содержанием хлора, могут быть фатальными для ваших хвойных растений, особенно для сосны, ели и прочих растений, они могут повреждаться. Среди хвойных растений есть устойчивые к хлоридам, ну там на приморских берегах же растут, там всякие сосны и кипарисы. Но большинство видов, которые выращиваются в умеренной зоне, все-таки этих хлоридов не любят. Вот для того, чтобы точно не ошибиться в том, с чего начнется старт моих хвойных растений, при высадке хвойных, а также при весеннем уходе за хвойными растениями, но в особенности в первые 5 лет, уже в возрасте 5-7 лет после посадки, уже как-то хвойные, ну я так, ну не особо кормлю, они как-то уже медленно, но верно растут сами. А вот в этом относительно молодом возрасте, особенно при посадках, я использую такое удобрение пролонгированное, чтобы не возиться там с какими-то регулярными подкормками. Вот такое вот удобрение, которое называется Бона Форте, и оно хвойное, для применения один раз в сезон. Использовать его очень просто. Вы просто берете половину вот этой вот ложечки и закладываете в лунку при высадке любых хвойных растений. Распределяете по луночке, присыпаете землей и высаживаете растения. Теперь вы можете быть на 150% уверены, что ваше растение, как маленький ребеночек, ему же надо дать все, вот просто все надо дать, для того, чтобы костяк хорошо развился, для того, чтобы все органы хорошо развивались, как у ребенка, ребенку надо дать самое лучшее. Точно так же и молодым растениям надо давать самое-самое лучшее. И Бона Форте, пожалуй, здесь является одним из самых лучших решений. Поэтому я за устойчивость своего хвойного сада абсолютно, абсолютно уверен, потому что они у меня с самого начала получают самое лучшее. Используйте и вы пролонгированные удобрения Бона Форте для того, чтобы не беспокоиться о благополучии широкого ассортимента растений. У Бона Форте вы найдете для каждого растения какое-то решение. Ну а я нашел и для хвойных. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok